Друзья, приветствую! Сегодня начало весны 2020 года, коронавирус, добровольно-принудительная самоизоляция и мы, как всегда, стараемся снимать для вас полезный, интересный контент, чтобы, сидя дома, вы расширяли свои познания в области недвижимости. Сегодня мы с нашим клиентом Джованни, итальянцем, живущим и работающим в России и ищущим недвижимость, посмотрим два очень интересных варианта. Гораздо лучше находиться в России сейчас, чем в Италии. Как ты пришел к тому, чтобы жить в России? Ну, немножко необычно. Все хотят из России уехать, а ты вот к нам приехал. Ну, я просто влюбился в город Санкт-Петербург, когда я приехал сюда первый раз, чтобы учить русский язык. И с тех пор у меня появилась мечта купить здесь недвижимость. Будущее России — это светлое будущее. Да, какой у тебя бюджет? Семь миллионов рублей. Что бы ты смог купить в Милане на эти деньги? К сожалению, ничего. Может быть, только какой-то гараж. То есть там вообще дорого, очень дорого. И поэтому считаю, что здесь ситуация гораздо лучше. Это классный город, центр, движуха. На что в Милане в первую очередь обращают внимание? То есть у нас это, ну, чтобы ты понимал, это метраж и дом. Ну, и локация дальше идет. В Милане примерно, я думаю, что люди смотрят на такие же вещи. То есть если как можно ближе к центру, подороже стоит метраж, естественно, считается важным. Еще есть некоторые районы города, которые считаются элитными. И таким образом там цены повище. Сейчас ты где живешь? Я сейчас живу на Некрасове, на улице Некрасова. Там старый фонд тоже. Что за квартира? Это Аннушка на третьем этаже старого дома. Там старый ремонт, но все довольно, все хорошо работает. Жить можно. Жить можно. Жить можно, но я не стал купить эту квартиру, конечно. Это... А почему? Что тебя там не устраивает? То есть, допустим, ты сделал бы там ремонт. Там очень по-советски все выглядит. Я более... Я ищу больше такие варианты, где новый ремонт, все типа более по-европейски все выглядит. То есть советская эстетика хороша, но не настолько, чтобы купить квартиру с такой эстетикой. Мы сейчас оба варианта будем смотреть до 7 миллионов. Это будет евро, одна евро-двушка. А другая однушка. Так, что у нас есть в дворе? У нас есть мини-отель. Это, конечно, не очень хорошо. Ну, потому что будет постоянное движение людей, да, там, из других городов. Ну, он небольшой. Слева у нас ресторан, джаз-бар. Ну, видел с той стороны. Здесь у него подъезжают продукты, подвозят. Ну, то есть просто пособное помещение. А у нас наша квартира, которую мы идем смотреть, это вот в этом доме. Прямо, да? Да, прямо. То есть во дворе, в первом дворе. А как тебе улица Рубенштейна вообще? Мне очень нравится улица Рубенштейна, потому что я часто там бываю с друзьями, встречаюсь в очень много интересных заведений. А сейчас очень необычно видят, как все пусто, но есть плюсы, потому что если купить квартиру здесь, мне сказали, что очень шумно обычно, а сейчас выглядит гораздо спокойнее. Ну, это временно, мы понимаем. Это временно, мы понимаем, но кто знает, может быть, все эти бары будут банкротиться, и поэтому будет тихо надолго. Ну, смотри, вот этот вариант, который мы идем смотреть, он тихий. То есть за счет того, что он во дворе, там дотносятся какие-то оры, крики, да, вот выходные. Но в целом здесь довольно тихо. Это не то же самое, если бы окна выходили на саму улицу Рубенштейна. Когда мы покупаем квартиру на первых этажах, мы всегда смотрим подвал. Потому что сырость, если он сырой, и там есть вода, то она идет вверх. Ну, логично. Логично. Но, так как мы на втором этаже, в принципе, это влияет на всю парадную. Поэтому давай посмотрим подвал. Так, ну, крыс-мутант тут нету. Что мы тут видим? Мы тут видим дырку, да, в которую, в принципе, вода может попадать. Но здесь в целом довольно сухо. Ну, видимо... То есть здесь можно сделать хороший ремонт. Ну, в принципе, здесь можно жить, да. Ну, ладно. Ну, вообще, мы посмотрели, да, здесь довольно тихо. Ну, это прям питерская эстетика здесь. Питерская, да. Как ты любишь просто, Джоанн. Я жла вообще в ТВС. Я в этом не убился, когда я первый раз. Берешь, да, все. Почему в российских домах в Петербурге общее пространство не ухаживается? Люди не ухаживают за общими пространствами. Как будто подвал, песница. Все выглядит очень в плохом состоянии. Ну, хороший вопрос задал. Ты очень интересный вопрос задал. Меня даже наводят на мысль, чтобы сделать какой-то небольшой репортаж про управляющие компании, что нужно требовать от управляющих компаний. Это очень интересный вопрос. Ну вот, мы пришли. Это... Со стороны это не видно, но это последний этаж дома, в котором находится эта квартира. С этой стороны уже черные ходы. То есть в подъезде у тебя будет чуть ли не единственная квартира, да? То есть внизу две квартиры. Одна принадлежит... Ну, ее снимают для пособных нужд ресторан, а в другой живет семья. Пойдем посмотрим, чем так. Вот эта черная... Это дверь в квартире, да? Это дверь в Нарнию. В Нарнию либо... Но, смотри, это у нас такой вот чердак. Ты должен понимать, потому что это будет прямо над тобой. Я в своих роликах говорю, что последние этажи обычно текут. Ну, раз в какое-то время. Не сильно, если за ними ухаживают, но иногда текут. В принципе, что мы видели здесь? Утеплитель. Крыша в порядке. Нету каких-то протечек, да? Там каких-то зияющих дыр там. Года через три, возможно, где-то потечет. Ну, это неотъемлемая составляющая старого фонда. Последний раз, когда я жил в центре, на улице Гороховой, там у меня умер человек на лестнице. От пьянства, да? От пьянства или от наркотиков, непонятно. Но там у меня прямо по соседству били эта группа алкоголиков, наркоманов. И они жили со мной в одной коммунальке. И это было довольно жестко. И люди, которые старались продавать эту стулью, никак не могли это сделать, потому что никто не хочет купить место, которое по соседству с этими ребятами. Ну вот, смотри, это евро-двушка. Здесь 39 квадратных метров. Ну, и очень хорошее зонирование. Самый хороший, очень важный вариант, что здесь нет коридора. То есть коридор обычно съедает большое пространство. А здесь этого нету. То есть ты заходишь и сразу попадаешь в такую комнату-студию. Здесь у нас получается кухня, кухонная зона. Здесь, в принципе, все необходимое есть. Вытяжка, печка, хорошая газовая плита. То есть многие любят готовить именно на газе. Здесь у нас такая пособная комната, где убрано все, что не должно быть в общих местах. То есть бойлер, ну, всякие там миксеры, кулер, посудомоечная машина, стиралка. И даже холодильник сюда убрали, ну, что очень удобно. Ну, и всякие тут здесь. Вода. Воду складируют. Сейчас модно складировать гречку. Ты можешь складировать там, не знаю, туалетную бумагу. Соответственно, дальше зал. Здесь акцент на старинной мебели. Это реально старинная мебель. Владелец этой квартиры, она архитектор, у нее свое бюро. И она сделала все очень эргономичное и стильно. Что у нас здесь? У нас здесь два окна. Да, то есть в квартире три окна. В два в зале, телекухне, и одна спальня. А вот этот двор можно использовать. Это общие места, которые входят в границы дома. Я чувствую немного, как у себя дома здесь, потому что эта мебель похожа у меня стоит дома. Выглядит, как итальянская мебель, которая у меня стоит прямо на гостиной у себя дома. И тоже вот этот комод. Ты говорил, что тебе кажется, что здесь довольно темно. Да, я люблю светлые квартиры. И тот факт, что здесь напротив есть стена, конечно, это большой минус. Смотри, что у нас здесь есть. У нас здесь совмещенный санузел. Ну, соответственно, туалет. Раковина довольно большая. И маленькая, но ванна. Да, я люблю мрамор в ванной. Это легко можно почистить. Здесь более по-европейски. Только не хватает именно биде. Но биде это особенность итальянских домов. Вот это помещение, это в дореволюционное время это было какое-то подсобное помещение, пристройка, в которое либо постирочная была, либо, я не знаю, продукты хранились, либо прислуга жила, ну, что угодно. И поэтому у нас вот такое. То есть понятно, что бояре не стали бы покупать квартиры с видом в стену. Смотри, здесь комната, одно окно. Она раззонирована. То есть тут у нас кабинет и, соответственно, шкаф. Ну, видно, что целое рабочее пространство, да? И здесь у нас спальня, которая вот таким замечательным образом там занавешивается. Ну, это как бы фишка интерьера. А что можно сказать по поводу этих люстров? Люстры? Ну, они просто в... Они старинные или они какой-то под... Я думаю, скорее подстаринные сделаны. Так, ну, в общем, посмотрели первый вариант. Сейчас посмотрим Жуковского и ты скажешь свое мнение по поводу обоих вариантов. Смотри, если бы ты хотел сдавать в долгосрок тот вариант, который сейчас мы смотрели только что, ты бы сдал где-то за 35-40 тысяч в долгосрок плюс КУ. Либо где-то в районе 45-50, если бы сдавал в посудку. Если ты будешь постоянно его сдавать, то через немного времени ты практически... Ну, эта инвестиция окупится. Да нет, на самом деле в долгосрок сдавать довольно долго и вряд ли ты окупишь стоимость квартиры. То есть аренда, сдача в аренду, это считается один из самых низких годовых доходов. Ну, примерно сравни с тем, чтобы ты положил деньги в банк. Лучше брать в стройке и лучше брать в апартаменты. Ну, если ты именно хочешь окупить этот вариант. Я вижу, что в этом... Я думаю, что в этом варианте будет больше света. И это то, что я ищу. Потому что единственное, что мне не понравилось предыдущий вариант, это именно нехватка света. А здесь в плане тишины и в плане соотношения тишины и света здесь, конечно, хорошо. Так. Снимаешь? Да. Развивайся. Раздевайся. Вот здесь смотри, вот отличие этой квартиры от той, то, что здесь все-таки есть коридор и он съедает определенное количество пространства. Здесь там 39 метров квадратных, а здесь 36. Плюс коридор еще съедает. Ну, ты увидишь. Что мы здесь видим? Довольно хороший санузел. Тоже совмещенный. Ну, к примеру, здесь вот, если ты хочешь что-то набрать, ну, как-то сложно будет набрать, потому что, во-первых, раковина маленькая такая, а во-вторых, здесь у нас душ. Теплый пол. В принципе, все здесь так по-европейски. Да, такой евроремонт, так называемый. Ага. А предыдущий вариант, который показал, это не била евроремонтом, по-твоему? Это был такой совмещенный, вот такой интересный питерский ремонт. То есть мы видели там интересную мебель, она дорогая, то есть это старинная мебель, отреставрированная. И там все-таки мрамор лежит, это прям и паркет, пускай и старый. То есть это чисто питерская такая, знаешь, как сказать, для питерской интеллигенции, так сказать. А, смотри, здесь очень интересная круговая планировка. А это у нас спальня, первая комната. Ну, здесь, понятно, телевизор, спальня, шкаф небольшой. И на самом деле это все одна комната. То есть здесь такая вот сделана перегородка, ну, чтобы отделить, типа, гостевую зону. Ну, по большому счету, это даже не евро-двушка, это однушка. Видишь, здесь два окна. Два окна. Если мы закроем вот здесь двери, то здесь будет комната без окна. Этот вариант, кстати, больше нравится насчет света. То есть здесь гораздо светлее. Да, все верно. Как здесь состояние стен? Стен, ну, это, очевидно, это гипрок. А стены, ну, как в любом старом фонде, они довольно-таки массивные. Такая довольно тоже просторная кухня. Вообще вот такая квартира идеальна для поступочной сдачи в аренду. Комфорт. А сколько квадратных метров, кстати? 36 метров. Чуть поменять, чем в предыдущем. Да, да, на 3 метра. Ну и плюс, как я уже говорил, коридор съедает большое количество. Как ты можешь понять, что это место не является бизнес-классом? То есть откровенно... По качеству отделки, по соседям, по местоположению. Ну, в центр вообще сложно сказать про старый фон, что бизнес-класс, не бизнес-класс. А-а... Ну, здесь только по ремонту, по качеству ремонта. Ну, смотри, здесь тоже хорошая вытяжка, техника нормальная. Все есть. Посудомойка, интересно, есть здесь? Зато здесь не газовая плитка. Да. Это минус. Те, кто любит на газу шеварить, то да, конечно, минус. Там у нас был второй, третий этаж. Да, и здесь объективно посветлее. Плюс за счет самого ремонта, что он такой светлый, и двор, он более... Ну, побольше, по-моему. Наверное, предпочитаю этот вариант. И он дешевле, между прочим, почти на миллион рублей. Смотрели два варианта в разных концах центра. То есть для меня, вот, я коренной кетербуржец, да, и я очень чувствую центр, то есть я всю жизнь здесь прожил. А вот та сторона Невского, она отличается от этой. Ну, потому что она та более движовая. Так, я, в принципе, люблю оба варианта, с точки зрения местоположения, потому что Рубенштейн и Жуковского, они одни из самых любимых улиц в Петербурге у меня. Могу сказать, что в варианте на Рубенштейне он не очень привлекался с точки зрения освещения. Там, конечно, я бы поменял немного внутри мебель, может быть, потому что там мебель был поприкольнее. Да, Джоанин, спасибо, что согласился снять весь наш поиск, да, на камеру. Спасибо, Дима, спасибо за то, что показал варианты. Теперь очень познавательно. Посмотрели два разных варианта. Отличаются они на миллион и на три квадратных метра. Один вариант здесь на Жуковского, другой на Рубенштейна. Ну да, диаметрально противоположные стороны от Несского проспекта. Какая бы ситуация ни была, наших зрителей все время будет волновать вопрос недвижимости. Поэтому оставайтесь с нами, мы обязательно будем радовать вас новым интересным и полезным контентом. До новых встреч, друзья. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова